Добрый день, мои любимые зрители! Сегодня я представляю вашему вниманию печёночные рогалики. Это вкусная еда, вкусная закуска и вообще это красивое блюдо. Мы когда-то это делали в наши молодые годы. Ну и сейчас мы повторим это чудо. Оставайтесь на моём канале и будем готовить. Вначале нам надо испечь печёночные блины. Что для этого потребуется? Печень, яйца, растительное масло, молоко, перец, соль. На соль я потом попробую ещё. И мука. Количество ингредиентов я укажу под видео и в закреплённом комментарии. Заходите, читайте и смотрите. Всё это я сразу забью блендером. Вот такое у нас получилось тесто. Вот такое жиденькое. Всё, идём к плите и будем печь блинчики. Я сначала делаю пробник, посмотрю как. Прилипает, на вкус попробую. А потом уже все остальные. Немножко смажу маслом. Первые блины. Вот так. Вот так. Вот так. все замечательно так и жарим и так испекла я блинчики у меня получилось 10 блинчиков вот такие сейчас я буду делать для них начинку у меня вот есть икра грибная здесь есть лук и морковь, чеснок перец, соль она жидковатая есть у меня творожный сыр а он наоборот густой я сейчас хочу вместе все соединить и блендером пробить и то и то по отдельности вкусно, а вместе это будет бомба вообще будет очень вкусно у вас может быть совершенно другая намазка вот такая у нас получилась намазка я попробовала меня все устраивает все вкусно поэтому делаем берем блин вот так теперь режем на 8 треугольников и скручиваем рулетики вот с одного блина и так продолжаем и вот такие красивенные рулетики у нас с вами получились смотрите они даже на вид-то красивые вот так когда-то закуску на стол поставить это же замечательно здесь не все здесь еще вот и еще немножко ильгис унес там же с 10 штук получилось с 10 блинов получается 80 80 этих вот рулетиков ну давайте попробуем ну и для вас пробую я вообще-то блины попробовала начинка попробовала тут уже вот собрались все уже остаточки остаточки там последний блин был рван кстати можно вот если например за большим столом да каждый может взять это вилочкой вот спокойно раз ой как вкусно нет когда начинка вкусная и сами блины вкусные это вообще взрыв вкусов какая красота ой ой ребята кстати на весь этот объем огромный ушло всего 100 грамм муки это те углеводы которые мы обычно просчитываем крупа мука макароны изделия вот тут мы просчитываем 100 грамм муки кто помнит правильно это 6х то есть на весь объем на все 80 штук это 6х можете за раз все это съесть вам ничего за это не будет ну конечно вы съедите там ну не больше до одной четверти то есть по 20 штучек этих вот это вообще можно наесть и с этим даже не на перекус так что очень хороший вариант просто замечательный другие углеводы мы здесь не просчитываем там яйцо печень везде в каждом продукте есть углеводы конечно вот в яйце например там 0,7 углевода о чем говорит там в том другом в начинке так же грибы это вообще проскакивают у нас ну вот в грибной икре там морковь немножко лука было но там настолько все это мизерное что мы это даже я и не запариваюсь мне самое главное просчитать муку и крупу вот это самое главное все а все остальное это ерунда а вот диабетикам первого типа да у них тут зависит сколько уколоть инсулина я не знаю как считается но я знаю что им нужно обязательно все просчитывать прямо до миллиметра ну ребята ну вкусно это вкусно это очень вкусно и нарядно и красиво и мискоуглеводно делайте беритесь делайте сейчас праздники будут 23 февраля 8 марта применяйте может кому-то и пригодится на этом я с вами прощаюсь всем пока-пока и до новых встреч будьте здоровы мои любимые зрители мискоуглево Субтитры подогнал «Симон»!